Пока в Ростовском ВГИКе учат на режиссеров и кинопродюсеров, но уже есть надежда на пополнение списка актерским ремеслом. Мы даже планируем заключение соглашения между Министерством культуры и ВГИКом. Мы готовы всячески помогать, чтобы эта школа появилась у нас, актерская школа появилась здесь, на юге России. Пресс-конференция в Ростовском киновузе – часть трехдневного визита на Дон с мастер-классами, открытием киноклуба и спектаклями молодых актеров. Ожидания Михайлова от нового поколения просты. Больше хороших фильмов, нравственных, высоконравственных, красивых фильмов, образных фильмов, а не безобразных фильмов. Вот и все. Творческую встречу артист начал кинофрагментами. Любовь и голуби, одиноким предоставляется общежитие, мужики. В этом кино была возможность делать паузы, искать. Сегодня от сериальной гонки спасают педагогика и поэзия. Спасибо, скромный русский огонек, за то, что ты в предчувствии тревожном. Горишь до тех, кто в поле бездорожном, а всех друзей отчаянно далек. Вместе с мастером представить выпускников приехала половина педагогов курса. Вот ставишь, работаешь, работаешь, приходит Александр Яковлевич, смотрит, какие-то два штриха сделал, это уже совершенно другое. Оркестр по пьесе Жанна Ануя накануне играли в Таганроге. Музыканты, когда-то мечтавшие о большой сцене, вынуждены творить для пациентов в провинциальной больнице. Мне нравится, да? Да? Японская детка? Слишком избита. Что? Ничего, мы не играли. Шесть женских ролей – большая редкость для театра. Пьесу выбрали сами студенты. Есть что играть. Комедия оборачивается драмой. В репертуаре курса уже четыре спектакля. И мечта Михайлова – собственный театр, в котором выпускники могли бы совершенствоваться. Он говорит, тратьтесь, тратьтесь на сцене. То есть так, чтобы это тоже трогало зрителя. Завершились выпускные гастроли в Вешенской спектаклем «Именины» или «Кошкин дом» в постановке Михайлова. Мария Филинкова, Тагир Фатахов. На Дону.